В плане того, что я думаю по поводу этого альопроисшествия, пока, как я говорю, выводы делать рано, но если это все-таки теракт, то я думаю, что террористы, которые, возможно, это осуществили, они перешли на другую тактику, и с точки их зрения, это более правильное, легче убрать самолет над водной территорией, над водным пространством, с тем, чтобы скрыть концы в воду, в прямом смысле, поэтому, если эта серия терактов, хочется верить, что это не так, все-таки мы предотвратим всеобщими усилиями, но она будет продолжаться, то в первую очередь подвергнутся риску те рейсы, маршруты которых пролегают над водными поверхностями, то есть над морями, и тогда сложно будет определить и типы взрывных устройств, потому что это тоже немаловажно, чтобы узнать, каким образом оно могло попасть на самолет, и, соответственно, выйти на организаторах этих терактов. На месте той комиссии, которой сейчас будет заниматься, и она уже, насколько я знаю, она создана, и будет заниматься Египет, потому что в его зоне ответственности, в его воздушном пространстве самолет исчез. Я бы проверил в первую очередь радиоэфир. Я вам сообщаю сейчас эксклюзивную информацию. Я по-прежнему занимаюсь рейсом MH17, который упал на Украину. Я по-прежнему настаиваю, у меня очень много фактов, подтверждающих это, о том, что рейс MH17 был взорван. И эти мои документы, которые я уже собрал, подтверждаются другой независимой организацией, которая набрала свой материал в результате агентурной работы. Так вот, я буквально на днях установил, и это эксклюзивно вам сейчас сообщаю, что за примерно 5 секунд в радиоэфире того самолета, который следовал по пути движения MH17, то есть он его сопровождал, и этот самолет зафиксирован Министерством обороны. Это вы знаете. Неопознанный объект, сопровождавший MH17. Так вот, в его радиоканале за 5 секунд до того, как пилот, летчик этого самолета, крикнул в эфир, что большой, на большом вспышка, за 5 секунд в радиоканале зафиксированы 3 импульса. Их порядок следований точно такой, как обозначил один из свидетелей данного крушения. Поэтому, то, что касаемо нынешней ситуации, я бы очень внимательно исследовал, в первую очередь, радиоканалы с тем, чтобы выявить эти сигналы, потому как самолет пропал над морем. Поэтому никакой атаки с суши, никакого радиосигнала, скорее всего, с суши не было, потому что слишком большие расстояния. А вот что творилось в радиоэфире, будь то с других самолетов, будь то, может быть, со спутником, вот это надо исследовать. Я бы в первую очередь внимание оборвел на этот момент, потому что террористы, ведь они люди далеко, так скажем, не глупые, они тоже развиваются, как развивается безопасность в наших аэропортах. Те технические средства, которые мы устанавливаем, они, естественно, уже давным-давно изучены террористами, и, скорее всего, они нашли методы, способы, технические устройства, которые могут обходить в наши моменты по безопасности. Поэтому сейчас остается только ждать дополнительной информации. Ну, во-первых, нахождение обломков на лайнере, если он, конечно, разбился. И только после этого возможно делать какие-то более определенные выводы.